Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, надеемся, будущие студенты Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. И сегодня вы пришли на встречу с руководством и студентами Института для того, чтобы задать вопросы. Мы пришли для того, чтобы ответить на ваши вопросы, связанные с поступлением. Я директор Института инклюзивного образования Хитрюк Вера Валерьевна. И сегодня на встрече с вами будут заместитель директора по учебной работе Владимир Степанович Волченков, кандидат психологических наук, заместитель директора Института инклюзивного образования по воспитательной работе Макрецова Валентина Михайловна и студентка 4-го курса специальности логопедия Анастасия. Я очень коротко, мы, вернее, очень коротко расскажем об институте и готова ответить на те вопросы, которые у вас будут возникать в связи с поступлением. Институт инклюзивного образования является логическим продолжением работы директологического факультета, факультета специального образования. Директологический факультет был создан в 1976 году, в 2003 году был переименован в факультет специального образования, а в 2016 году был создан Институт инклюзивного образования. Исторически, как на директологическом факультете, так и в институте инклюзивного образования ведется подготовка учителей-дефектологов по четырем основным специальностям. Это логопедия, сургопедагогика, тифлопедагогика и олигофренопедагогика. Подготовка осуществляется по двум формам получения образования. По дневной форме получения образования и заочной форме получения образования. Если говорить о значении специальностей, то логопедия – это работа с детьми с нарушениями речи, тифлопедагогика – работа с детьми с нарушениями зрения, сургопедагогика – работа с детьми с нарушениями слуха и олигофренопедагогика – работа с детьми, имеющими нарушения интеллектуального развития. Несмотря на то, что у нас идет такое подразделение на специальности, студенты всех специальностей в очень общих чертах знают особенности групп всех детей. Так, например, получая специальность в логопедии, обязательно студенты знакомятся с особенностями детей с нарушениями слуха, зрения, функции опорно-двигательного аппарата, интеллектуальной недостаточности, нарушения психического развития или трудностей в обучении, расстройства физического спектра и так далее. То же самое мы можем сказать о любой из специальностей. Обучение и учеба у нас очень сложный, трудоемкий процесс, который требует вдумчивого подхода и хорошо сформированного логического мышления, основанного на понимании причинно-следственных связей. Потому что получение наших профессий, вернее профессий в рамках наших специальностей, обязательно предполагает диагностическую основу. Каждый учитель-дефектолог должен понимать причины возникновения нарушения и характер и глубину протекающего нарушения. И только понимая это, мы выстраиваем коррекционную работу. Все учителя-дефектологи готовятся для реализации, по крайней мере, двух основных функций. Это организация образовательного процесса с детьми с особенностями психофизического развития, либо при включении детей с особенностями психофизического развития в общеобразовательный процесс на уровне дошкольного и или общего среднего образования, а также для организации и реализации коррекционной работы с разными категориями детей. Не вдаваясь детально в особенности подготовки по каждой специальности, я думаю, что самым главным для вас является понимание условий поступления к нам и того, что нужно сделать для того, чтобы стать студентами Института инклюзивного образования. Поэтому я с удовольствием передаю слово Владимиру Степановичу Волченкову, который в подробностях расскажет вам об этом. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Ира Валерьевна озвучила основные специальности. И в этом году, в 2020-м, в плане приема у нас действительно есть прием на 4 вышеназванные специальности. И сразу хочу уточнить, что до прошлого года, включительно, 2019-го, у нас в заучной форме получения образования была еще специальность логопедия со сроком обучения 3 года 6 месяцев. С этого года... Сокращенный. Да, сокращенный срок получения. С этого года набора осуществляться не будет. Это наше решение, решение Института. Оно было сделано на основании анализа качественной подготовки на ступени среднего специального образования в рамках именно специальных дисциплин, требующих продолжения обучения по специальности логопедии. И, к сожалению, мы сделали вывод о том, что все-таки педагогические колледжи не создают ту необходимую теоретическую и практическую базу, которая бы позволила этим студентам продолжить обучение по специальности логопедия, сразу же включившись во весь тот трудолемкий, сложный и, наверное, очень глубокий процесс логопедического образования, который дает эту специальность, потому что, к сожалению, студенты этой специальности у нас демонстрировали наиболее низкие баллы по успеваемости. И поэтому мы решили, что целесообразно поступление на полный срок получения образования, то есть, если это дневная форма получения образования, то это 4 года, если это заочная, то это полный пятилетний срок. Итого, чтобы была качественная подготовка специалиста, который бы усвоил все эти необходимые профессиональные компетенции, обладел ими и смог реализовывать в ходе своей традиционно-развивающей деятельности или уже в качестве учителя, допустим, начальной класса, где здесь тяжелые нарушения имеют речи. Я прошу прощения, в этой связи есть вопрос от Анны, которая заканчивает колледж с красным дипломом и по специализации логопедия. И хотела бы узнать, почему убрали сокращенную форму. Вот именно потому, что качество подготовки на уровне среднего специального образования, к сожалению, пока не дает нам оснований для сокращения срока подготовки с гарантией качественной подготовки учителя логопеда, учителя-дефектолога. Поэтому добро пожаловать на полный срок обучения, пройдя централизованное тестирование по соответствующей дисциплине. Да. Продолжая по специфике нашего образовательного процесса, я еще раз озвучиваю. Все специальности при обучении в дневной форме получения образования срок обучения составляет 4 года. Если говорить о заочной форме, то добавляется еще один год, и срок обучения составляет 5 лет. Для поступления в заочную форму получения образования есть определенные ограничения. Основное ограничение – это наличие стажа не менее 10 месяцев. При этом важно понимать, что есть возможность обучаться как на бюджетной основе, то есть бесплатно, так будем говорить, и обучаться на условиях платной подготовки специалиста, то есть за счет денег самого студента. Так вот, для заочной формы получения образования, для поступления на бюджетную форму получения образования необходимым условием является не только стаж, но еще и работа в сфере образования. Если такового не имеется, то есть есть стаж, но нет работы в сфере образования, то есть трудовая книжка это не подтверждает, то такой абитуриент имеет право поступать только на платную форму получения образования. Что касается дневной формы получения образования, то туда могут поступать все желающие, как имеющие стаж, так и не имеющие стаж. Главное условие – это наличие среднего образования. И там уже действует общий принцип, то есть если вы участвуете в общем конкурсе, то вы можете поступить на бюджетную форму получения образования. Если вы не проходите на бюджетную, то вы имеете право поступить на платную форму, опять-таки, если вы по своим баллам проходите и побеждаете в конкурсе на то количество мест, которые определены для платной формы получения образования. Я, может быть, озвучу сразу проходные баллы прошлого года, потому что мы видим, что есть такие вопросы уже. Есть такие вопросы в частности. Значит, пойдемте по специальностям. Сурдопедия. В прошлом 2019 году проходной балл для дневной формы получения образования составлял на бюджетную форму 316 баллов, на заочную бюджетную – 245 баллов. Платная форма дневной отделения – 206 баллов, заочная – 216. Специальность сурдопедагогика – бюджетная форма получения образования, дневная форма, были зачислены только студенты, вернее, абитуриенты, которые либо относились к тем, кто закончил педагогический класс и успешно прошел собеседование, либо имели медаль по окончании школы, либо диплом с отличием по окончанию среднего специального учреждения образования, то есть колледжа. Платная форма, извините, заочная форма бюджетная сурдопедагогика составляла 215 баллов. Платная форма по дневной – 237, заочная – 205 баллов. Тифлопедагогика – бюджет 286 для дневной формы и 207 для заочной. Вне бюджета платная форма дневной – 224, заочная форма – 202. И олиготрена педагогика – бюджет для дневной формы проходной балл составил в прошлом году 292 балла, для заочной формы – 219 баллов, для платных форм, соответственно, по дневному отделению – 233 балла и 203 балла для заочной формы. Хочу, наверное, отметить также то, что проходной балл, который был в прошлом году, он не может быть абсолютным показателем того, что именно в этом году, именно с такими баллами вы сможете пройти или не сможете. Этот балл является плавающим и зависит от того, во-первых, сколько абитуриентов желают поступать на данную специальность, во-вторых, от того, с какими баллами эти абитуриенты, то есть какие они имеют средний балл аттестата, приложение к диплому среднего специального образования, например, и также от того, какие результаты ЦТ они имеют. Поэтому могу отметить, что в 2019 году у нас на специальность логопедия и олиготрена педагогика проходные баллы по дневной форме бюджетные существенно повысились. Рост составил, по-моему, если не ошибаюсь, больше 20 баллов. Но опять-таки, какая будет ситуация в этом году, однозначно сказать мы не можем. Но это какой-то ориентир, который можно принять во внимание. Хочу отметить, что в 2020 году мы немного внесли изменения в планы набора. Планы набора на дневную бюджетную, дневную платную, заочную бюджетную, заочную платную форму вы можете узнать, я не буду, наверное, все озвучивать, на сайте БГПУ в разделе абитуриента, там есть план набора 2020 года. Но могу сказать, что по дневной форме на специальность логопедия мы немного сократили набор, но при этом увеличили набор на специальность олиготрена-педагогика. Образовательный процесс. В процессе обучения студенты у нас, конечно же, изучают как дисциплины, так и в планном учебе предусмотрено прохождение практик. Практики начинаются для дневной формы получения образования, начиная со второго курса, для заочной формы получения образования, начиная с третьего курса. И в учебном году есть как минимум одна практика, максимум может быть три практики, ну, в частности, на выпускном курсе для специальности логопедия студенты проходят три педагогические практики. Студенты дневной формы получения образования, помимо того, что они имеют возможность проходить практики в учреждениях, где работают учителя-дефектологи, учителя-логопеды, в частности, ликопеды на педагогии и так далее, у нас также достаточно много посещают занятий на так называемых базах, базовых учреждениях, которые могут быть представлены филиалами кафедры, это могут быть детские дошкольные учреждения, это могут быть специальные школы, это могут быть общеобразовательные школы, где есть обучение детей с особенностями психофизического развития. Поэтому нужно сказать, что уже с первого курса наши студенты, в частности, дневной формы получения образования, знакомятся с теми условиями работы, спецификой работы будущей своей персональной деятельности. Вера Валетна говорит о том, что обучение сложное, но я могу это подтвердить еще и тем, что оно не только сложное, но оно еще и интересное, я бы сказал. Почему? Потому что перечень учебных дисциплин, которые включены в учебные планы, очень разнообразные. Он себя включает как дисциплины педагогического цикла, так и дисциплины психологического цикла, очень большой блок дисциплины психологического цикла. Это также дисциплины так называемого медико-биологического цикла, также очень большой блок, полтора года студенты изучают. Это дисциплины, которые готовят к коррекционно-развивающей работе, это также дисциплины, которые, и вот эти дисциплины коррекционно-развивающего блока, они составляют наиболее существенную часть учебного плана, то есть, ну, будем говорить, одну четверть учебного плана, они точно в себя включают, из 4 тысяч учебных часов аудиторных практически тысяч отводится на этот блок. То есть это основное содержание деятельности будущей профессиональной. Большой блок также это дисциплины методического цикла, где изучаются специальные методики как дошкольного, так и школьного обучения, воспитания детей с особенностями психофизического развития. Конечно же, есть дисциплины и абсолютно универсальные для всех учреждений высшего образования, так называемого социально-гуманитарного блока, это философия, например, политология, но они составляют очень значительную часть учебных планов. И что касается, в частности, специальности логопедии, я бы сказал, что там еще очень большой блок дисциплин филологических, то есть это русский язык и белорусский язык, но это и оправданно с точки зрения того, что учитывая специальности логопедии. Учебный зло... Да, математика. Да, я отвечу. Значит, ну и как бы еще про организацию образовательного процесса. Заочная форма предполагает в основном, конечно же, это самостоятельное обладение знаниями и компетенциями, но при систематической и постоянной самостоятельной такой работе, то есть работе не только во время сессий, но и межсессионный период по тем заданиям, по тем материалам, которые необходимо усвоить, которые рекомендуют преподаватели во время сессий. То есть, как правило, заочная форма получения образования предполагает, что студент приезжает на обучение два раза в год, продолжительностью сессия может составлять от двух до трех недель, во время которых он слушает лекции, посещает некоторые практические занятия, ну то есть небольшую часть лекций практических, а также параллельно сдает зачеты и экзамены. Все остальное время он работает самостоятельно. Дневная форма получения образования, конечно же, предполагает ежедневное посещение учебных занятий, ну и как бы вот мое такое убеждение, чтобы стать хорошим специалистом, конечно бы я бы рекомендовал, если у вас есть выбор дневная или заочная форма, конечно же, наверное, дневную форму, потому что все-таки это предполагает систематическое такое, поэтапное и целенаправленное погружение в профессию под руководством преподавателя, потому что заочная форма, и особенно если вы не работаете в системе образования, и вовсе, либо не работаете в системе способностей психофизического развития, то освоить содержание электродисциплин будет крайне сложно и понять их специфику. Поэтому, если есть выбор, то, конечно, я бы рекомендовал выбирать дневную форму получения образования. — И тут накопились некоторые вопросы, на которые мы можем ответить. Какие школьных предметов изучаются у вас и есть ли математика? У нас не изучаются школьные предметы, потому что учебный план — это немножко другие предметы, да, кроме истории Белоруссии. Все остальные предметы, которые каким-то образом связаны с дисциплинами уровня общего среднего образования, изучаются с точки зрения методики. Методика преподавания математики, методика преподавания языка, с точки зрения преподнесения материала для детей с особенностями психофизического развития той или иной категории. Как правило, подача документов для выпускников педагогических классов осуществляется в течение трех дней — 12, 13 и 14 июля, а собеседование в один день. Вернее, и в эти же дни при подаче документов проводится собеседование. Здесь важно не пропустить сроки подачи для того, чтобы подать документы и пройти собеседование. По всем организационным вопросам, связанным с работой приемной комиссии, вы можете получить ответы 4 апреля в 11 часов в том же самом режиме. — Так, ответы на вопросы, да? — Да, здесь еще поступили вопросы. Вопрос, связанный со специальностью психологии, следует получить, когда будет подобная встреча с руководством Института психологии. — 1 апреля. — 1 апреля. — Есть ли льготы для тех, кто закончил колледж с красным дипломом? Да, есть, кроме специальности логопедия. Я ученица педагогического класса, сирота. Какими льготами при поступлении я могу пользоваться? Обеими льготами. И как выпускница педагогического класса, кроме специальности логопедия, и как сирота на любую из специальностей. Вам надо определиться. Проходной балл специальности логопедия уже был назван. Почему убрали, тоже рассказали. Стоимость обучения в дневной форме получения образования в год составляет чуть более 2000 рублей, заочная форма 1000 рублей. Но оплата идет два раза в год равными частями. Как правило, идет до 1 сентября и в течение января оплата равными частями. — По 31 января. — Но стоимость может меняться, зависит от многих причин, в частности экономической ситуации в стране и так далее. Пока появляются следующие вопросы, я думаю, что нет ничего более интересного и важного для будущих арбитуриентов это узнать о том, что такое институт изнутри, послушав студентку. Настя, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Ситкова Анастасия. Я сейчас учусь на четвертом курсе Института инклюзивного образования на специальности логопедия. И также являюсь секретарем Белорусского республиканского союза молодежи Института инклюзивного образования. И, конечно же, в первую очередь самым важным в университете является учеба. Ну и, конечно же, уже на втором плане, но не менее важным является развитие личностных качеств. Спасибо, Настя, большое. Еще поступили вопросы. Итак, еще раз. Чтобы поступать на специальности логопедии, нужно ли сдавать тестирование? Речь идет о заочной форме, судя всему, получении образования, даже если закончен колледж. Итак, в Республике Беларусь указом президента номер 80 в 2006 году были определены и сформулированы правила приема учреждения высшего образования. И основной формой поступления является сопоставление результатов централизованного тестирования по дисциплинам, установленным по каждой специальности. У нас для всех четырех специальностей набор дисциплин один. Русский или белорусские языки, повторяю, или, биология и история Белоруссии. Результаты трех централизованных тестирований и балл аттестата, умноженный на 10, составляют ту величину, которая, собственно, и характеризует уровень знаний абитуриента, который поступает. Независимо от того, что вы закончили школу или колледж, поступление на специальности Института инклюзивного образования предполагает участие в централизованном тестировании и подача сертификатов, свидетельствующих о результативности вашего участия. С 2020 года набор на заочную форму получения образования, сокращенного срока получения образования, осуществляться не будет. Что касается баллов для целевиков, количество мест бюджетных для абитуриентов, которые будут иметь целевые направления, определяется министерством. И данные абитуриенты, если они получают целевые направления в своих районных отделах по образованию, они поступают, конечно же, на основе прохождения централизованного тестирования, но в то же время они защищаются в первую очередь. Например, если конкурса между абитуриентами нет по данной специальности, то есть министерство заявило, например, имеется 10 мест целевых и у нас только 10 заявлений, 10 человек, естественно, все они будут зачислены. Если же районы выдают больше направлений и складывается конкурс, то тогда балл будет иметь значение. Но, как правило, этот балл все равно ниже, гораздо того, который для абитуриентов, которые поступают без каких-либо, будем так говорить, льгот на бюджетную форму получения образования. Но при этом я хочу добавить, что и в 2018, и в 2019 году этот балл уже был достаточно высок и перешагнул за планку 200 баллов. Хотя, когда Владимир Степанович называл проходные баллы абитуриентов, которые участвуют в общем конкурсе, они, конечно, гораздо выше. Что это означает? Это означает, что когда студенты попадают в одну группу и на один курс, то студентам, которые пришли с целевыми направлениями и с недостаточно высоким баллом, придется потрудиться в 5, 6, а может быть и в 10 раз больше. И еще следует помнить, что обязательная отработка по месту получения целевого места составляет 5 лет. И ничто не может освободить выпускника от этой отработки. Поэтому это очень ответственный шаг, и если кто-то рассматривает его просто как возможность получить высшее образование, то это мотив очень неправильный. Да, то есть нужно быть, иметь желание, иметь призвание и действительно потом, скажем так, быть благодарным за то, что ты сумел получить эту профессию, эту специальность и возвращаешься туда, где тебя ждут. Валентина Михайловна, Вы, наверное, в целом расскажите еще о общежитии. Да, да, да. На первом курсе у нас в институте и в университете в целом все первокурсники обеспечиваются, иногородние, конечно же, да, обеспечиваются местами в общежитии. Какие общежития для нашего института выделяются? Это общежитие номер один на улице Артиллеристов, общежитие номер пять, рядом располагается Вузовский переулок, и это общежитие номер восемь на улице Чурлёниса. Самое новое и самое современное – это общежитие номер восемь, квартирного типа, блочная система в общежитии номер пять и коридорная система в общежитии номер один. Если говорить об оплате, то на сегодняшний день она примерно такая, чуть более десяти рублей в месяц за общежитие коридорного типа, около двадцати рублей в месяц блочная система в пятом общежитии, и где-то чуть более тридцати рублей – это восьмое общежитие, которое, как я уже говорила, более современное условие. То, что касается системы предоставления общежития, она единая для всего университета. Для первого курса, понятно, с целью такой социальной поддержки, адаптации первокурсников, каждый иногородний будет проживать. Дальше, со второго курса и на последующих курсах, для того, чтобы проживать в общежитии, нужно либо относиться к льготным категориям, сюда мы относим детей-сирот, сюда мы относим ЧАЭС, те, кто имеют льготы пострадавших от чернобыльской аварии, так называемой, сюда же относят еще тех, у кого братья-сестры учатся в нашем университете, БГПУ в целом. Также вторая категория, которой предоставляются места, это тяжелое материальное положение. По совокупному доходу всех работающих членов семьи определяется сумма на одного человека, и если эта сумма меньше прожиточного минимума, тогда тоже студенту предоставляется общежитие. Все остальные варианты предоставления связаны с усилиями, которые прилагает сам студент. Это, конечно же, его средний балл, то есть если у студента в период обучения 9 и более балл, то он также попадает в список, которым предоставляется общежитие. Плюс его общественная активность, вот от которой вы слышали Анастасии, которую вы видели в ролике. То есть если студент активно проявляет себя в научной, общественной деятельности, участвует в волонтерстве, в спорте, в различных соревнованиях, проявляет себя где-то в мероприятиях, концертных программах, акциях, фестивалях, все это тоже учитывается нами. Создается так называемая комиссия по жилищно-бытовым вопросам, возглавляет ее директор института. Кроме того, в состав комиссии входит наш студенческий актив, входят кураторы студенческих групп. И ни один студент, который себя вот так активно проявляет, не может быть незамеченным. То есть в качестве поощрения он также получает общежитие со второго курса. И если так же проявляет себя до конца обучения, то место за ним сохраняется. Собеседуем. Это для педклассов. Да, это очевидно. Медалисты не проходят собеседование. Только на выпускнике педагогических классов. У нас конкурс проводится не по каждой отдельной взятой специальности, а в целом по институту. Льготами в связи с окончанием учреждения общего среднего образования с золотой медалью, либо для выпускников педагогических классов, не предоставляется только на специальность многопедии. Иногда бывает так, и уже Владимир Степанович об этом говорил, что у нас на специальность, это как правило сурдопедагогика, поступают только выпускники педагогических классов или выпускники, которые закончили учреждение общего среднего образования с золотой медалью, то есть с отличием. И иногда бывает, когда на эту специальность мест не достает. И тогда у них есть право перейти на другую специальность. То есть вот в этом, собственно, и состоит конкурс, когда участников оказывается больше, чем тех, кто хотел бы поступить на специальность, на которой предусмотрено вот такое льготное поступление. Повторяю, что по итогам зачисления в 2018 году и в 2019 году такой специальностью была специальность сурдопедагогика. Но при подаче заявлений абитуриент имеет право указать несколько специальностей в порядке приоритета. То есть я хочу, во-первых, поступить на специальность сурдопедагогика. В случае, если я не окажусь конкурентоспособным, то следующую специальность я рассматриваю олигофренопедагогика, а следующую, например, тифлопедагогикой. Но порядок здесь может быть другим. И здесь мне хотелось бы поговорить вот о чем. О том, как выбирается специальность. У нас специальности, кажущиеся похожими, на самом деле имеют, конечно, специфику. И прежде всего эта специфика определяется тем, с какой категорией детей предстоит работать. И мне очень хотелось бы, чтобы даже в 17 лет вы уже умели отличить красивое название от содержания. Так сложилось исторически, что все, как правило, хотят быть логопедами. Я сама по специальности олигофрена-педагогика, логопед, и имею большой стаж практически работы в качестве логопеда. Я хочу вам сказать, ребята, что ни одна из наших специальностей, вот если бы мне сегодня задали вопрос, я бы не стала выделять приоритеты, говорить, какая-то из них лучше, а какая-то хуже. Это не так. Каждая из них имеет свои отличительные яркие черты, и очень интересные, которые выделяют ее из ряда других. Поэтому перед тем, как принимать решение о том, на какую специальность вы хотите поступать, внимательно почитайте о том, чем занимаются тифлопедагогики, чем занимаются сурдопедагогики. Помните о том, что в сурдопедагогике сегодня развивается очень интересное направление работы с детьми после коклеарной имплантации. Еще в 20-х годах Леонид Семенович Выгодский сказал, что человечество когда-то победит слепоту и глухоту. Мы сейчас как раз имеем дело вот с таким опытом, когда развитие технологий в медицине нивелирует биологическое нарушение, биологический дефект. Но все остальные компетенции, например, связанные с речью, не появляются только от того, что ребенку вживляют в коклеарный имплант. Здесь предстоит большая и очень интересная работа сурдопедагога с потрясающим результатом, когда неговорящий ребенок пользуется словесной речью, так что в массе мы не можем даже отличить, есть у него имплант или нет. И это заслуга сурдопедагога и, конечно, родителей ребенка, которые работают с ним дома. Ну и об этом можно говорить в отношении каждой специальности. Здесь возник вот такой вопрос. Красный диплом педагогического колледжа ни на что не влияет? Влияет при выборе специальностей сурдопедагогика, тифлопедагогика или гофренопедагогика это поступление без экзаменов. В случае, если вы решили поступать на специальность в логопедии, дневную или заочную форму получения и образования, то вы имеете преимущественное право при прочих равных. При равном количестве баллов, например, да, то преимущество номер 4, по-моему, это наличие красного диплома. Нужно ли сдавать централизованное тестирование, если есть красный диплом от педагогического колледжа? Я бы сдавала для того, чтобы иметь возможность выбора. Потому что, повторяю, если вы хотите на специальность логопедия, то обязательно следует сдавать, потому что иного способа поступления на эту специальность просто не предусмотрено законодательно. Если вы поступаете на другие специальности, я бы тоже сдавала для того, чтобы иметь возможность выбора. Вопросы. 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 они имеют больше возможностей, то есть студенты могут в дальнейшем работать. И по своей специальности, которую они получили, также еще могут работать логопедами. Да, я просто уточню, Настя говорит о том, что все специальности, я имею в виду сурдопедагогика, теплопедагогика или гофринопедагогика, обязательно изучают дисциплину «Основы логопедии», которая им дает возможность содержательно участвовать в логопедической практике. Но подготовка по специальности логопедия, конечно, куда гораздо глубже и широкая, и с точки зрения знания нарушений, в том числе и с точки зрения практик. И студенты всех специальностей у нас проходят практику на пунктах коллекционно-педагогической помощи. Да, да, и помимо изучения основы логопедии, где у них есть возможность попробовать себя в практическом отношении. Вот еще один вопрос. А педклассам стоит сдавать централизованное тестирование? Для меня это мой личный ответ такой же. Да, я бы сдавала централизованное тестирование для того, чтобы подстраховаться и иметь большие возможности выбора. Вопрос. У меня теста по среднему образованию диплом педколледжа по педибальной системе. Как посчитать балл? Есть переводная шкала, утвержденная в Министерстве образования. Для того, чтобы узнать подробно, будьте добры, мы вас ждем, вернее, не мы, а приемная комиссия ждет вас 4 апреля в 11.00 в том же режиме вебинара. Я так понимаю, что будет администратор из приемной комиссии. Да, 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 да. Обратите внимание, что-то есть ссылки, есть информация, где можно еще дополнительно посмотреть. Разъяснение про эти вопросы. Еще какие-то появляются. Если поступать без направления по окончанию учебы, предоставляется обязательно все выпускники бюджетной основы получения образования подлежат государственному распределению. И всем им предоставляются рабочие места, которые формируются из потребностей регионов нашей страны в том или ином специалисте. Более того, выпускники платной основы обучения тоже могут претендовать. Получить первое рабочее место или быть распределенными в то или иное учреждение образования. Или даже здравоохранение, если это специальности на терпетье. И еще следует сказать, что у нас студенты третьего курса, как правило, на втором семестре, и очень много студентов четвертого курса уже начинают работать. И таким образом нарабатывают не только формальный стаж работы, но и, что самое главное, содержательный стаж. Если вы интересуетесь современным состоянием системы образования, то, видимо, слышали о таких понятиях, как первая ступень высшего образования и вторая ступень высшего образования. Первая ступень высшего образования – это, скажем так, обычный, конечно, не обычный, очень серьезный, но обычный диплом о высшем образовании. Поэтому, когда мы говорили о четырехлетнем сроке обучения в дневной форме, пятилетнем, заочной, то речь шла о первой ступени высшего образования. Но во всем мире и в Беларуси также существует еще и вторая ступень высшего образования, которая носит название «магистратура», потому что предполагается, что первая ступень называется «бакалавриатом». В нашем институте также имеется подготовка на второй ступени высшего образования, то есть в магистратуре, и поэтому студенты по окончании первой ступени, они имеют возможность продолжить свое образование на второй ступени. Что это дает? Это дает возможность, во-первых, карьерного роста в будущем, это дает возможность получить дополнительные углубленные профессиональные знания и компетенции в своей профессиональной деятельности. Но здесь вот, что касается стажа работы, возможности работы, многие после окончания первой ступени думают о том, что они хотели бы поступать в магистратуру и, например, заочную форму. Но, к сожалению, если они все свое время посвятили только обучению и не приступили к работе, например, в начале четвертого курса, то у них не будет тех же самых 10 месяцев стажа для поступления в заочную форму получения образования в магистратуру. Поэтому, ну, это как бы уже на будущее, да, если вы так далеко смотрите, то вот это необходимо принимать во внимание, и это, опять-таки, дает вам возможность более быть вариативными в плане выбора будущего своего траектории профессионального развития после окончания первой ступени высшего образования. Ну, я, может быть, еще могу отметить, что перечень дисциплин для прохождения централизованного тестирования мы уже озвучили еще раз, да, это язык русский или белорусский, история Белоруссии и биология. При этом первым профильным предметом у нас является биология. То есть, нужно тоже принимать во внимание, потому что есть ограничения по минимальным баллам, которые министерство устанавливает каждый год для поступления на специальности, и по отношению того, какой-то минимум баллов должен быть по каждой дисциплине, является ли она профильной или не профильной. И, к чему я еще говорю, о том, что данный набор предметов ЦТ универсальный является, на мой взгляд, потому что дает возможность выбора специальности не только нашего института, но широкого круга специальностей других факультетов БГПРУ, Педагогического университета. Это и социальная педагогика, и дошкольное образование, и начальное образование, и психология. Поэтому, если... Господи. Социальная педагогика, да. Если при подаче документов увидите, что впереди вас есть абитуриенты с более высокими баллами, и вы не можете пройти на специальности, например, нашего института, что очень часто бывает, у вас есть всегда возможность поступить на другие специальности, если вы этого хотите. Так что вот набор дисциплин достаточно дает возможность широкую. Ну, а если вы сдадите еще четвертую какую-то дисциплину или предмет, то вы еще больше сможете разнообразить. Расширить свои возможности выбора и поступления. Ну, хотелось бы, чтобы все равно выбор был не просто за высшим образованием, а за специальностью, которой есть действительно глубокий интерес. Можно ли... Можно ли поступать с красным дипломом педагогического университета, но малым баллом ЦТ на заочное бесплатное на специальность футопедагогика. Поступать можно всегда. Другой вопрос, достигнете вы ли цели, это другой вопрос. Просто тут гарантий нет. И еще, можно поступать только... Вернее, подача вами документов, возможно, только в том случае, если у вас есть стаж работы не менее 10 месяцев для поступления на заочную бюджетную форму получения образования. Еще кто-то у нас там печатает вопрос. То есть, в принципе, поступление на заочную форму получения образования предполагает наличие стажа работы не менее 10 месяцев. Два года – это больше, чем 10 месяцев. Вы можете год отработать и поступать. Но более точно, вот по поводу поступления, мне кажется, еще приемная комиссия 4 апреля будет. Ну и следите за правилами приема. Министерство образования вдруг может быть... Я не буду говорить, что цель, но и внимательно следить, чтобы быть в курсе новостей. То есть, это определяем не мы, это министерство образования. Ну, как правило, до 1 апреля все возможные изменения, планируемые изменения вносятся, утверждаются и доводятся до сведения всех заинтересованных. Сегодня у нас 31 марта, завтра 1 апреля. Никаких экстраординарных решений, изменений не было, поэтому работаем по тем правилам приема, которые действовали и в прошлом году. Подача документов в специальности линкопедии в здании Института инклюзивного образования в университете МГСУ. У нас подача заявлений производится в главном корпусе университета, находящемся на площади независимости. По адресу улица Советская, 18. Не надо приезжать в здание Института инклюзивного образования. Это очень удобно, главный корпус. Почему? Потому что рядом находится автовокзал, рядом находится железнодорожный вокзал. Рядом находятся места концентрации обслуживания маршрутным такси и рейсов маршрутного такси. Стоит отметить, что прием ведет не институт, мы не являемся юридическим лицом, так называемым. Поэтому прием осуществляет университет. И приемная комиссия университета, она работает в главном корпусе. Можно отметить, что институты кредитного образования находятся действительно в отдельном корпусе. Не в центре города. Поэтому обучение проходит не в том корпусе, в котором выдаются документы. Наш корпус находится в самом красивом, живописном месте города. Наш корпус окружает лес. У нас белки скачут по деревьям. Дятлы. Дятлы. Сойки. И даже у нас есть в лесу свой лось. После того, как поступил на дошкольное образование, можно отучиться в определенный период, пойти на переподготовку по специальности локопедии. Расскажите, пожалуйста, как это происходит и можно ли вообще это осуществить. Сейчас я скажу. Действительно, это так. Обладатели диплома о педагогическом образовании, любого педагогического образования, дошкольного образования, начальное образование, учителей-предметников, могут получить еще образование, освоив образовательные программы дополнительного образования взрослых. Одной из таких образовательных программ является переподготовка. И есть такая специальность логопедия. Действительно. Это год и 8 месяцев. Это 4 этапа в среднем по 3 недели. Ну и такое самое общее представление о работе логопеда вы получите. Общее представление. Общее представление. Повторяю, это общее представление. Это нельзя сравнить с подготовкой по специальности логопедия на первой ступени. Скажите, что осуществляют и наши специалисты подготовки. Да, и эту подготовку осуществляют специалисты Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ. Новый вопрос про педкласс. Стоит ли мне брать целевое направление? Это уже будет слишком много. У вас прекрасная льгота. Педагогический класс. Потому что целевое направление, если вы согласны отрабатывать 5 лет после окончания, да... И после педагогического класса тоже. Но при этом я хочу отметить, что наш ректор Александр Иванович инициировал перед министерством, но это не принято решение, чтобы целевые направления выдавались в первую очередь выпускникам педагогических классов. Но мы так понимаем, что это решение не принято. Но если это будет так, это будет замечательно. Единственное только, что не каждый выпускник педагогического класса имеет льготу при поступлении. Там тоже есть формальные признаки, которые должны быть соблюдены. У вас должно быть портфолио. Вы должны получить рекомендацию педагогического совета того учреждения образования, которое вы заканчиваете. И опыт показывает, что не все выпускникам определенные баллы, причем по профильным в том числе, баллы тестата и по профильным дисциплинам, не всем выпускникам педагогических классов выдается подобная рекомендация. И это тоже правильно. Потому что не факт обучения в педагогическом классе, а то качество и те знания и компетенции, которые вы приобрели в результате обучения, должны быть личностные качества. Нужна ли медицинская справка при поступлении на специальность логопедии? Конечно. Во-первых, нужна справка об установленного образца. И в этой справке есть еще дополнение. При поступлении на специальности логопедия сурдопедагогика обязательно должна быть отметка логопеда и сурдопедагогого-толеринголога о состоянии слуха и речи. Не совсем понятен вопрос, Людмила. Какой общий балл должен быть у меня 9? Что имеется в виду? Не общий балл, а очевидно, средний балл аттестата имеется в виду. Он достаточный для того, чтобы принять участие в конкурсе на поступление. Но надо понимать еще что внутри. После пед-класса, ну плюс портфолио ваше. И рекомендация педагогического совета. Но опять нужно напомнить, кроме специальности логопедии. Кроме специальности логопедии. А если это специальности логопедии, сдавать ЧАЦТ, но ваш средний балл больше 9, это очень хороший старт, чтобы поступить на бюджетную форму в специальности логопедии. Вопросы уже начинают повторяться. Они касаются поступления выпускников педагогических классов или имеющих целевиков и имеющих особые отметки. То есть дипломы с отличием, либо аттестаты с отличием. И мы еще раз повторяем, что все подробные вопросы, связанные с работой приемной комиссии, условия поступления, вы можете еще задать в субботу, 4 апреля в 11 часов при такой же онлайн-трансляции. При поступлении после окончания педагогического колледжа, как считается средний балл, аттестат после 11 классов и выбором до всех предметов. Они имеют право выбора. Значит, если у вас пед-класс, вы поступали после 11 классов, то у вас есть и аттестат, и есть диплом колледжа с приложением, с отметками. Вам можно подавать и тот, и другой документы, но желательно тот, где более высокий средний балл. Вы имеете право выбрать. Да. То есть, если у вас средний балл в аттестате выше, чем в дипломе колледжа, то тогда аттестат. Если нет, то тогда колледж. Выбираете. Как правило, у колледжа баллы выше. Как правило. То есть, насколько вот я встречался с ситуацией. Да, это ваше решение. Решение за вами. Ну, и великое дело технология. Мы обращаем внимание, что уже никто не хочет задать нам вопрос, и никто не пишет. Поэтому мы благодарим всех, кто принял участие в нашем разговоре. Мы благодарим вас за интересованность и в вопросах, и в выборе специальностей нашего института. Добро пожаловать в качестве абитуриентов с последующими мыслями о том, что вы станете нашими студентами. Итак, Юля решила, что нужно напечатать еще один вопрос. Спасибо. Пожалуйста. Да, пожалуйста. И до встречи. Мы можем сказать, что если у кого-то остались какие-то вопросы, да, вы имеете возможность позвонить в Институт инклюзивного образования. Контакты у нас доступны на сайте. И задать ваши вопросы при необходимости. Да, совершенно верно. Всего вам самого доброго. До свидания.